Хочу, чтобы полюбовались, как со временем сместился гараж. Вот, видите, да? Когда он останавливался, он не был на самом краю, естественно. Он был более-менее посерединке. Но вот со временем, не знаю что, то ли ветер его смещает, то ли движение двери, то ли что, постепенно сместился. Извините за бардак, конечно. И вот что делать? Так, с одной стороны надо его переместить, с другой стороны, ну что, трактор нанимать гусеничный. Это же гараж-то, советский гараж, покрашенный, но советский, тяжеленный. Вот, один лишь торец его весил по инструкции 146 килограмм. Помню, как подымал, чуть не задавило меня. Вот что сделать, чтобы его сместить одной человеческой силой? Если домкрат, например, то домкрат, куда его упирать? Так, вот, куда его упереть, чтобы этот домкрат подвигать? Я выбрал один простой вариант с помощью трубы или ломика и цепи и нехитрой приспособы. Мы его сейчас легонечко передвинем одной человеческой силой, без помощи даже какого-либо транспорта, лошади, трактора или даже второго человека. Ну, с другой стороны, та же ситуация, только он, наоборот, влез почти уже весь вовнутрь. Стоит на краю. Так, другая часть фундамента. Смотрим. Один из вариантов, возможно, вам подойдет тоже. Как сдвинуть такой гараж? Достаточно самых простых приспособлений. Итак, взял я вот такую полосочку металла. Так, в ней здесь сваркой вырезана дыра, чтобы можно было вставлять цепь. Здесь приварен уголок, так, чтобы, когда эту полосочку продвигаешь, он зацеплялся. Вот. Самое простейшее устройство. Его вставляем между двумя... Малышка, малышка, хорошая. Его вставляем, либо раскручиваем немножко между двумя секциями гаража, их слегка раскручиваем, чтобы щель образовалась, либо где-нибудь снизу под гаражом, потому что все равно не идеально он прилегает к фундаменту кое-где есть щели. Либо там, либо там вставляем. Здесь уголок нам цепляется. Так он приварен надежно и сорвет. Отсюда еще проще. Здесь вставляем цепочку. Здесь вставляем цепочку. Так. И скручиваем гайкой с болтиком. Гайкой с болтиком, не карабином. Карабин я взял один очень сразу, толстый карабин, так его сразу выгнуло. Не сразу, но со второго рывка выгнуло. Все. Получаем цепь. Цепь можно будет любой длины взять. Так. Получаем такое колечко. А сюда вставляем ломик или трубу. Выдвигаем это все как можно ближе к земле, чтобы расстояние от зацепки до земли было маленьким. А доверху, где мы тянем рукой, большой. Так. Получается рычаг. Если отсюда до земли, так, расстояние, например, там 15 сантиметров, а весь лом у нас полтора метра, то получается сила наша у 10 теряется. В 10 раз получается сильнее тяга, чем мы можем сдвинуть своими руками. Если, допустим, я при всей накачанности могу рвануть на максимально 200 килограмм, максимально 200, то при вот таком соотношении 1 к 10 рывок произойдет в 2 тонны. 2 тонны, я думаю, для сдвижения любого, любой части гаража, даже такого советского тяжелого, вполне достаточно. Вот такое простейшее устройство. И сейчас посмотрим, собственно, я уже прошевелил гараж, только возьму в самом тяжелом месте и покажу, как это все действует. Почему даже одной человеческой силы при простейшей такой механике уже достаточно. Смотрим. Итак, ребят, практически весь гараж я уже пододвинул, буквально в двух местах ставил, пододвинул из той стороны. Осталось и хочу показать только самый тяжелый участок, это вот здесь начало. Полторы сотни килограмм только сам торец, плюс боковина вверх, самый тяжелый участок именно здесь. И он именно первым сдвигается в сторону, наверное, из-за движения ворот и рывков ветра. Вот я вставил в данном случае снизу и хочу показать, что такое простейшая механика. Здесь, конечно, сдвигается первым. Как говорится, сколько там того гаража, да? Мелочь там какая-то в несколько тонн, видите? Видите, сколько целый гараж, целая боковина тяжелая. Каждая эта серединка 70 килограмм, по-моему. Так, торцевая часть по инструкции 146 килограмм. Крыша. Видите, как оно все легонечко сдвигается одной единственной человеческой силой, даже без домкратов из каких-либо хитрых там устройств. Так, здесь, пожалуй, я верну обратно, но оно пытается за счет эластичности само вернуться. Поэтому здесь движение ногой его забивает. Но пока оно не было сдвинуто, я бы его так ногой там копай-некопай ничего бы не дало. А так, видите, вот торец уже подвинулся на нужное расстояние. Поэтому его назад, а он за счет эластичности свибрировал. Таким образом я уже подвинул весь гараж с одной и с другой стороны. Ну вот сейчас покажу еще ту часть. Сами увидите. Так, вот здесь. Все. То, что нависало над краем, уже стоит примерно на краю. На краю и с той стороны. Точно так же примерно на краю. Все. Одна человеческая сила. Не нужно никаких там хитроумных машин, летающих тарелок и тому подобного. Почему я говорю про летающие тарелки? Прикалывает меня, когда читаешь какие-нибудь там или смотришь там в каких-то телепередачах заумных. Там тайны древнего Египта. И начинают рассказывать, как в древнем Египте огроменные пирамиды построены простым человеческими силами. Это нереально. Такие огромные сооружения. Там некоторые блоки там были по 200 тонн. Некоторые из которых, например, усыпальница делалась. Большинство там обычные небольшие блоки. Вот. Как так могло быть? Тут не обошлось без вмешательства инопланетных сил. И начинают рисовать там зеленых человечков в скафандрах, которые там строят эти пирамиды. Так вот, ребята, все строилось примерно вот такими же усилиями. Попробуй один сдвинь гараж этот. Попробуй 10 человек толкни гараж. Как ты тут приспособишься, ты его не сможешь толкнуть, дернуть. А вот с помощью простейшей механики, простеньких рычагов, вот, с помощью простеньких рычагов это все делается, это все строится. Только там строили тысячи людей одновременно. И, насколько я помню, пирамиду Куфу, так она же Хеопса, строили 60 лет. Вот, соответственно, это все и построилось постепенно. Да, огромный был труд, но с помощью вот таких нехитрых приспособлений. Как видите, было бы желание, самый обычный рычаг, все, все тебе поможет сдвинуть. Не зря Архимед говорил в свое время, дайте мне точку опоры, я переверну землю. Да, в принципе, и землю можно перевернуть, только на это понадобилось бы при небольшом весе. Ну, если бы я представляю, что земля на месте стоит, а не крутится, как на самом деле. На это бы понадобили, правда, миллиарды лет, так, чтобы сдвинуть таким рычагом землю. Ну, и сам рычаг, неизвестно из какого материала сделать, но можно сдвинуть любой. Тем более, гараж, какие-то, что-то такое, несколько тонн, это мелочи, даже для одного человека достаточно. Все, вот такими нехитрыми приспособлениями можно двигать очень большие тяжести, и нет в этом ничего сложного. Всем пока, надеюсь, был полезен. Конкретно мне в данном случае, так, здесь нужно будет, чтобы не продолжалось это сдвижение, в нескольких точках, ну, там, 4-5 точек на одну сторону просверлить отверстие перфоратором, крутить анкеры, и эти анкеры приварить к краю гаража, просто прихватить. Потому что оно сдвигается по миллиметрам, по миллиметрам, постепенно и долго. Вот, мне там не нужно какое-то там невероятное усилие, чтобы его сдержать. Ну, эти миллиметры суммируются и суммируются. А так будет закручен анкер и приварено. Все, думаю, этого будет достаточно.